всем большой привет на данный момент я очень активно работаю над моей подушкой ветер от фирмы панна и она идет к своему завершению и вы знаете в таком момент когда уже что-то завершается внутри вот у меня возникает сразу такое ощущение мысли мысленно я перебираю свои либо текущие процессы либо что-то новенькое вот что и буду вышивать следующее ну и вот недавно я показывала вам свои приобретения пришла моя долгожданная миробилия я думаю что это самый самый подходящий момент ну даже не можно сказать что это не подходящий момент просто вот хочется мне уже начать попробовать хотя бы немножко повышевать миробилию конечно я вот сейчас не планирую уделять прям много времени этому процессу но как только у меня завершится подушкой я тогда побольше буду уделять времени сейчас них важно хотя бы организовать подготовить посмотреть я еще не открывал эту схемку вот настроиться что к какие материалы очень интересно вот я немножечко здесь поработала с ключом поставила некоторые точечки потому что я подбирала в своих запасах ниточки вот такие у меня там нитки пока не россыпью еще не организованные но сейчас я это буду делать возможно что-то с вами а а что-то я буду делать ну как бы не на камеру не будет это занимать чтобы не занимать много времени и вот в частности я хочу открыть и посмотреть схему мне нужно будет сделать также копию схемы это же нельзя прям оригинал черкать а я без черканье не могу так вот первое что я могу сказать то что очень качественная бумага плотная очень качественная большая вот может быть меня поругает что я показываю схему будем надеяться что мое видео не попадется меня не будут ругать но хотелось мне немножко показать хотя бы вот частично и самой посмотреть так большой формат качественная бумага очень качественная печать очень качественная печать все хорошо видно все значки и на первый взгляд вот так вот не сильно разбираясь есть участки которые вышиваются легко прям такие пятна цветовые большие есть участки где но есть небольшое смешение цветов но я не могу сказать что здесь что-то прям очень сложное вот здесь отдельно отдельно вынесено лицо показано как она вывшивается и на образце здесь представлен крестик но я слежу за видео девочек то вышивать миробилию в основном это люда крюстись без люда очень много их вышивает и у нее очень красивые петиты получается ее миробилии получается очень красивыми я тоже хочу постараться вышить хотя бы лицо петитом а дальше как пойдет вот эта нижняя часть схемы пышный так со схемой мне в принципе все понятно единственное нужно будет сделать копию хорошую чтобы было удобно работать здесь также что-то написано на английском но сейчас я прочитать не смогу у меня с английским плохо будет мне наверное это читать муж так хорошо схемку откладываем итак начну я мою подготовку подготовку с подготовки основы у меня здесь заготовлен лен пермин 32 каунта темный шоколад черный шоколад называется очень я полюбила лен от пермин мне будет приятно с ним работать так хочу показать на камеру цвет темно-темно коричневый темный шоколад хорошо на крахмале на основа большой кусочек мне не помещается показать вам на камеру но половинка почти видно почти вот отсылы не получится его сейчас открыть и так как здесь вышивка идет на темной основе это еще один как бы плюс или за чтобы начать работу именно сейчас потихоньку начать вышивать потому что мелкий каун темная основа всегда тяжело вышивать с такие работы я люблю начинать вышивать снизу вверх а внизу у меня здесь темные оттенки ниточек вот буду вышивать темным по темному есть конечно вкрапление яркого но есть темные оттенки поэтому нужно будет очень хорошо подготовиться так я наверное отключусь сейчас подробнее изучу мою схему подготовлю мой кусочек льна но потом дальше буду готовить ниточки поэтому вы не уходите увидимся в следующем фрагменте итак девочки я к вам возвращаюсь с моей подготовкой к процессу миробилия blooming bright подготовка у меня затянулась на целую неделю и в частности из-за разбора ниточек ну вот сегодня я нашла время прекрасный солнечный день и хочу показать вам на каком этапе я нахожусь к подготовке вот к этому процессу замечательному я просто в предвкушении хочется сделать первые крестики ну в первую очередь я сходила на работу и попыталась сделать копию схемы но я откопировала просто два листа нижних для начала процесса мне хватит что могу сказать по схеме схема мелкая значки есть очень похожие все это рябит в глазах и со схемой нужно работать либо ее нужно увеличивать и в любом случае раскрашивать наверное нужно делать и увеличение и раскрашивать ну даже вот мелкую схему как минимум нужно раскрашивать все рябит в глазах схема не простая ее в общем-то нужно вышивать с ней работать нужно очень-очень аккуратно вот это то что касается схемы откладываем пока во вторых я поработала с сольном я обработала края льна лаком для ногтей я так всегда делаю для удобства льон потому что он очень осыпается дальше я хотела сделать разметку но это оказалось выше моих сил так как здесь на темной основе вот эти дырочки они конечно видны но так сложно считать по две ниточки на на канве на аиде это делать в принципе легко так собака там и они как не уляжется ну давай уже садись а вот на темном льне я не ожидала что так будет сложно я в общем себе сделала тут такую ниточку пометочку откуда я буду начинать и скорее всего разметку делать вообще никакую не буду а сразу приступлю к вышивке буду пробовать пока я не знаю с какой стороны подступиться мне к этому льну но буду пробовать и одела я пока на пяльца я вначале одела на кюснапы но вот здесь с краю кюснапы плохо держали и проскальзывали и поэтому я решила пока начать на пяльцах даже лучше пяльца они более легкие и вверху рулончики я закрепила вот на такие булавочки в общем так первым крестиком я готова здесь у меня канва подготовленная я думаю что можно приступить так ну и следующий этап был это организация и подбор ниток ну в общем то большая часть ниток дмс нашлась в моей коллекции я их сразу выбрала кое-каких ниточек мне не хватило порядка десяти восемь из них я успешно заменила на пнк то есть я сверяла по карте цветов дмс с оригинальной сразу ниточкой ну надо же мне куда-то использовать с моей пнк у меня их целая палитра вот и восемь здесь оттенков идут пнк два цвета мне не удалось подобрать поэтому я их докуплю в палитре дмс ниточки у меня здесь пока такие с заломами потому что они были на бобинках ну вот я их нарезала развесила они немножко разной длины все в зависимости как были они на остатке какие-то на моточке были в бобинках поэтому какие-то немножко разной длины но для меня это не принципиально важно в данном случае какие-то были новые мотки открытые каких-то цветов я повесила пока по нескольку пасам пнк вот в частности чтобы не нарезать потому что я прикинула по схеме вот яркие оттенки они идут в основном в этом таком хвосте у девушки где идут цветы и если вы присмотрите здесь буквально идут по два по три крестика вкрапления разных оттенков поэтому здесь не принципиально какой будет какая будет ниточка это пнк или дмс белого цвета много однозначно дмс ну и лицо тоже все что там касается рук лица это будет дмс а вот цвета вот здесь вот мне в общем то не принципиально дмс это или пнк будет незаметно вот ниточки мои готовы схемка в принципе готова все это я буду организовать и хранить вот в такой коробке от купленной в икее большая коробка по размеру а4 сюда много всего помещается и самое главное помещается здесь органайзер пака в пакете у меня остались здесь украшалки ну и запасные ниточки белого цвета я не знаю сколько пойдет белого украшалки и вот тоже дополнительные пнк бобинки которые я с которых я взяла ниточки ниточки которые останутся в конце процесса также перемотаются на свою родную бобинку вот все будет храниться в этом весь процесс у меня будет храниться в этой коробке я не знаю как часто я буду вышивать потому что здесь очень нужно хорошее освещение чтобы справиться с темным льном это будет у меня такая первая работа на темном льне на темной аиде я уже вышивала и в принципе нормально для меня идет процесс я попробовала себя а вот с темным льном я еще не сталкивалась и конечно не знаю как это все у меня будет происходить хочу показать вам еще немножко ниточки посмотрите какие они яркие красивые цвета есть здорово ну вот внизу внизу начало ну такое темненькое здесь темные цвета и я немножко переживаю как это я как я буду стартовать с моими первыми крестиками когда здесь все такое темное ну как говорится глаза боятся а руки делают главное начать и когда-нибудь этот процесс будет завершен ну что девочки я приступаю к этому интересному и новому для меня проекту процессу буду делиться с вами конечно же продвижениями желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч пока пока пока